С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается. Введен масочный режим в общественных местах. В общественном транспорте через неделю, которая дана на информирование населения, лицам, находящимся без масок, будут отказывать в проезде. Сложная ситуация в округе по сезонным заболеваниям ОРВИ. Учащиеся основной средней школы номер один вынуждены уйти на досрочные каникулы. Их некому учить. Заболели более 40% педагогов. В микрорайоне Мирный завершается долгожданное обустройство дороги. Местные жители уже успели оценить ход работ. Благоустройство улицы они добивались почти пять лет. Зимой и летом дорога здесь была настолько разбита, что застревали даже внедорожники. Заболевших COVID-19 в Ненинском округе становится все больше. Если в первую волну пандемии болели в основном вахтовики на месторождениях, то теперь все заболевшие – жители Ненинского округа, прибывающие в округ из других регионов, либо контактировавшие с заболевшими. Только за последние сутки прирост числа заболеваний составил 6 новых случаев. Выходные выявили 7 больных. Среди заболевших пятеро – жители города Нарьинмара, один инфицированный из сельского населенного пункта. Таким образом, в настоящее время в регионе 29 активных носителей вируса. 26 из них лечатся амбулаторно, трое помещены в стационар окружной больницы. Еще 200 человек, у которых выявлены контакты с заболевшими, находятся под медицинским наблюдением дома. Это очень много для нашего округа. В округе ужесточены меры безопасности, направленные на профилактику заболеваемости COVID-19. В общественных местах необходимо соблюдать масочный режим. Если на улице она еще пока не требуется, то при посещении общественных организаций, учреждений, школ, магазинов, аптек и так далее, маска обязательная. И ношение должно быть по всем правилам. То есть должен быть закрытый нос и рот. На заседании оперативного штаба в понедельник обсудили законность масочного режима, в частности в общественном транспорте. Если пассажир садится в автобус без маски, то будет ли ему отказано в предоставлении услуги? Прокурор Ненецкого округа считает, что необходимо некоторое время на информирование населения. Если данное ограничение будет введено с 15-го числа, то в принципе, если в ближайшее время люди будут заходить в автобусы без масок, хотя бы на первом этапе с ними проводилась бы профилактическая амитета, а не то, чтобы их впускали в автобусы, чтобы у нас не было жалоб и социального взрыва такого. А вот в последующем, ну дать там, не знаю, 2-3 дня, люди чтобы знали. А потом уже, конечно, можно в том числе и оказывать предоставление данным услуги. То есть мы с 15-го вводим, до конца недели мы ведем профилактическую работу. По истечении недели разъяснительной работы Нарьинмарское ТП будет вправе отказать пассажирам общественного транспорта в предоставлении услуги, если он находится в автобусе без маски. У нас есть действующее постановление губернатора, которое в свою очередь предполагает за нарушение этого постановления административную ответственность в виде штрафа. И сотрудники ОМВД и Росгвардии, в принципе, уже сегодня полномочны это делать. Мы просто пока не хотим агрессивных этих мер, как сказал Сергей Юрьевич, чтобы не было у нас какой-то социальный взрыв не произошел. Поэтому максимально разъясняем, максимально доводим до сведения жителей, что этот масочный режим носит нерекомендательный характер. Он носит обязательный характер. И неисполнение поручения губернатора является административным правонарушением, которое предполагает штраф. На заседании штаба было принято решение ввести с 15 октября ограничительные меры для прибывающих в округ и за его пределов. По прилету в Нарьинмар необходима справка об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией. В противном случае двухнедельная самоизоляция по предписанию Роспотребнадзора. Люди, которые планировали выезд, они уже для себя сделают какой-то путь решения этой проблемы. Это действительно проблема, но мы это делаем для того, чтобы сохранить здоровье граждан. Мера крайне непопулярная, но мы все живем здесь и все будем этой мере соответствовать, скажем так. Закон един для всех. Поэтому предлагаю с 15 октября по 15 ноября ввести второй раз в Ниньском автономном округе режим самоизоляции при отсутствии справки. Нарьинмар имеет прямое авиасообщение с регионами, наиболее неблагоприятными в стране по эпидемиологической ситуации. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. В Москве только за последние сутки зарегистрировано более 4,5 тысяч заболевших. Школы ушли на досрочные каникулы. Вероятнее всего, после них образовательные учреждения Москвы перейдут на дистанционное обучение. Резкий всплеск заболеваемости в Архангельской области. По числу заболевших небольшой регион, где проживает немногим более миллиона человек, опередил 5-миллионный Краснодарский край. Каждые сутки здесь фиксируется порядка 200 новых заболевших. Много и других регионов схожи с ситуацией, куда выезжают и возвращаются обратно жители Ненецкого округа. В Ненецком округе учащиеся 5-11 классов школы номер один выходят на досрочные каникулы из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди сотрудников учреждения. В настоящее время 17 учителей находятся на больничном. В целях предотвращения дальнейшего распространения ОРВИ было принято решение провести досрочные каникулы. Так, с 13 по 18 октября включительно ученики с 5 по 11 класс ушли на каникулы, а с 1 по 4 продолжают обучение в прежнем режиме. В связи с тем, что порог заболеваемости ОРВИ у учителей очень высок, более 40% учителей сейчас находятся на больничном, и поэтому было принято решение о досрочном начале каникул у детей. В целом ситуация по учреждениям нашим на постоянной основе мы проводим мониторинг. В соответствии со всеми рекомендациями, которые у нас идут от Роспотребнадзора, которые мы получаем, и Роспотребнадзора, мы следим по ситуации, которая складывается в каждом учреждении. Если в настоящее время каких-то критических точек нету, только одна единственная школа была первой. Стоит отметить, что среди учеников школы заболеваемость ОРВИ не превышает норму. В остальных образовательных учреждениях порогового превышения сезонных заболеваний среди педагогов нет. Школы продолжат учебный процесс в штатном режиме. Что касается школы в поселке Ома, то она закрыта на дезинфекцию на сутки. С 14 октября учебный процесс будет возобновлен. Долгожданное благоустройство. В микрорайоне Мирный продолжаются дорожные работы по укладке плит и отсыпке щебня в районе конечной остановки. О том, на какой стадии находятся дорожные работы, в материале моей коллеги Александры Литковой. Привести в порядок главную дорогу микрорайона Мирный по многочисленным просьбам жителей было решено весной прошлого года. Осенью мы завезли гравий, приобрели и завезли порядка 400 плит с Кирова. За зимний период сделали проект. В этом году, я надеюсь, что мы закончим укладку плит на разворот на конечной остановке. А в следующем году работы будут продолжены. И очень надеюсь, что эти работы, которые проводит Чистый город, проводят своими силами. Это отдельные субсидии, поэтому не программное мероприятие. Местные жители действительно уже успели оценить работу муниципального предприятия. Благоустройство улицы они добивались почти пять лет. Зимой и летом дорога здесь была настолько разбитая, что застревали даже внедорожники. Вот когда дорога не была отцеплена, не была сделана, то есть это какие проблемы? Это колейность, это плохо убиралась дорога. Летом песок, он просто превращался в какую-то кашу, где машины просто вязли. Сейчас, даже в прошлое воскресенье у нас был сильный дождь, дорога остается в том же состоянии, в котором она есть. То есть в хорошем, вот ее сделали, она отцепана щебнем и луж нету. То есть она проезжаемая, она не разбивается, как было раньше. Несмотря на погоду, большую часть работ коммунальщики планируют завершить до наступления зимы. Работы в микрорайоне Мирный начались в августе 2020 года. Первым этапом было проведение работ по обустройству щебеночного покрытия автомобильной дороги по улице Мира. Вторым этапом идут работы по обустройству разворотной площадки в районе конечной остановки плитами. В планах жителей Мирного обустроить территорию для отдыха с беседками. В поселке не хватает такой общественной территории. Допустим, у нас есть берег Мирного, который, он высокий, позволял бы там встречаться для проведения каких-то мероприятий. Вот еще не хватает, наверное, вот эту территорию благоустроить. Может быть, какая-то беседка, лавочки, где можно было бы проводить праздники, просто сидеть и отдыхать с семьей. В регионе продолжается вакцинация населения от вирусного заболевания гриппа. Прививки могут сделать все желающие в поликлиниках окружной больницы по месту жительства. Детей, посещающих образовательные учреждения, прививают организованно по месту учебы. Привиться также можно и по месту работы. Для этого необходимо составить список сотрудников и направить в медучреждение, обговорив заранее удобное время для вакцинации. В том, что это работает, убедилась и Ненецкая телерадиовещательная компания. В понедельник здесь, непосредственно в стенах учреждения, прошла вакцинация 25% коллектива. Анастасия Сабатович, ведущая радио Север-ФМ, убеждена. Вакцинация – добровольное желание каждого человека. Девушка относится к процедуре серьезно. Как признается Анастасия, вакцинация – надежная профилактика для ее здоровья. В прошлом году я очень тяжело переболела. По диагнозу это было ОРВИ. Но это была очень тяжелая болезнь. Я две недели просто не помню, как они прошли. Поэтому в этом году я решила, что я сделаю прививку и хуже мне точно от этого не будет. Это просто такая подстраховка лично для себя, чтобы повторно такой болезни у меня не было. Сергей Овчинников долгое время работает водителем. Каждый день мужчина контактирует с сотнями людей. Именно поэтому, чтобы обезопасить свое здоровье, Сергей вакцинируется каждый раз. Каждый год вакцинируюсь. Независимо от того, какие это сложные обстановки или что. Всегда. В принципе, это дело каждого, я думаю. Для удобства вакцинируемых процедура может проводиться в самой организации. Для этого необходимо определить список лиц, согласных на введение препарата. Так как вакцина выращена на основе куриного белка, перед процедурой медсестра выясняет, есть ли аллергические реакции у человека, а также измеряет температуру. В случае плохого самочувствия лучше отложить вакцинацию на две недели. Прививки даже можно и рекомендуется делать лицам с хроническими заболеваниями, лицам старше 60-ти пенсионного возраста. Не рекомендуется лицам, у кого непереносимость данной вакцины, у кого может быть какие-то аллергические реакции. Вакцинация производится после осмотра врача-терапевта или фельдшера в прививочном кабинете. При этом предварительно записываться на прием не нужно. Посещение кабинета в порядке живой очереди, с собой обязательно нужно иметь паспорт. С 1 октября время работы изменилось. Теперь оно следующее. Педивочный кабинет во взрослой поликлинике Ненецкой оружной больницы в понедельник-вторник с 13 до 18.00, в среду с 10 до 16.00, в четверг с 14 до 19.00, в пятницу с 8 до 14.00. В детской поликлинике по предварительной записи через участкового педиатра. В поликлинике поселка Искатели с понедельника по пятницу с 8 до 19.00. В четверг детский день. В Нарьинмаре на сегодняшний день содержанием многоквартирных домов занимаются 15 управляющих компаний и два товарищества собственников жилья. И как это обычно бывает, не все жильцы довольны качеством обслуживания своих домов. В нашем следующем сюжете мы расскажем о молодой управляющей компании, которая была создана год назад, но уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Содержание в чистоте подъездов, оказание качественных коммунальных услуг, благоустройство дворов и многое другое. Обязанностей у управляющей компании «Успех» предостаточно. Пользуемся услугами компании «Успех» с нового года и нареканий нет. Как что случится, вызовешь. Вот, например, вызывали сантехника. Буквально в течение часа пришел, сделал, все. Никаких нареканий нет. Жильцов многоквартирных домов, которые обслуживает управляющая компания «Успех», устраивает не только выполняемая работа, но и отношения сотрудников. Я обратилась в управляющую компанию. Вообще без проблем все делают, все добросовестно. Как бы вообще, как бы я не вижу никаких проблем с ними. И не хотелось бы другую компанию поменять, только чтобы они оставались. Важной составляющей любой управляющей компании является наличие квалифицированного и ответственного персонала, а также материально-техническая база. С этим у компании проблем нет. Наша компания достаточно молодая. Она образована в апреле 2019 года. Управлением многоквартирных домов мы занимаемся непосредственно с 1 июля 2019 года. То есть, ну, уже практически календарный год. В управлении находятся 28 домов. В основном в центральной части города, а также есть в Кармановке и так называемый район Старый аэропорт. На днях компания завершила подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону. В день подключения системы отопления нашей компании по КТС наши все дома были в этот же день запущены с лесарями, сантехниками. Оперативно сработано было. Также прошли все счетчики по верку. Были получены паспорта готовности к отопительному сезону. То есть, я достаточно свободно вступаю в следующий зимний сезон. Уверена, что у нас все будет в порядке. В зимний период проблем с уборкой снега во дворах и на крышах домов у компании «Успех» нет. В ее штате трудятся 15 дворников. А технику для вывоза снега регулярно нанимают. Поэтому, например, этой весной во дворах, обслуживаемых «Успехом», практически не было луж. Александра Литкова, Владислав Носкин, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Увидеть Арктику и покорить Северный полюс. Школьники из Ненецкого округа могут отправиться на Северный полюс. Радиостанция «Эхо Москвы» при поддержке госкорпорации «Росатом» объявила литературный конкурс «Открывай Арктику». Участие в нем могут принять ученики седьмых-десятых классов. Для того, чтобы принять участие в литературном конкурсе «Открывай Арктику», ребятам нужно написать прозаическое или поэтическое произведение на одноименную тему. Это может быть новелла, рассказ, очерк, журналистское исследование, сэ или стихи. Объем произведения не больше семи тысяч знаков для прозы, а поэтому рекомендуют уложиться в объем страницы формата А4. Срок подачи работ до 16 октября. Свои творческие проекты юные литераторы должны отправить в электронном виде на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. В графе «Тема» необходимо сделать пометку, открывая Арктику, а в самом письме указать имя и фамилию участника, возраст, название произведения, электронный адрес и номинацию, проза или поэзия, а также прикрепить файл с работой. В названии файла необходимо указать имя участника и название произведения. Авторы двух лучших произведений в заявленных номинациях будут приглашены в эфир радиостанции «Эхо Москвы», который состоится не позднее 24 октября. Также они получат приглашение стать участниками просветительского проекта «Экспедиция на ледоколе знаний». Оформить разрешение на оружие или получить удостоверение частного охранника в Нарьинмаре теперь можно только через интернет. В связи с эпидемиологической обстановкой в Ненинском округе государственные услуги Росгвардии предоставляются исключительно в электронном виде и по предварительной записи. В настоящее время личный прием в Центре лицензионной разрешительной работы Управления Росгвардии по Ненинскому автономному округу осуществляется исключительно по предварительной записи. По понедельникам, вторникам и четвергам с 10.00 до 17.45 можно записаться по телефону для справок 4-69-60. Посетителям рекомендуется иметь при себе средства защиты органов дыхания. Это маски или респираторы, а также перчатки. В Росгвардии предлагают воспользоваться преимуществами интернет-портала госуслуги. Это и скидка 30% на уплату государственных пошлин, и отсутствие очередей, и упрощенный документооборот, и мгновенный доступ к необходимой информации. Тем, у кого нет доступа к интернету, окажут помощь по телефону, который сейчас вы видите на своих экранах. Вам необходимо будет записаться на прием. Вот по этому же номеру телефона, когда все документы на руках мы запишем, здесь поможем вам подать заявление, здесь же можете оплатить госпошлину. 30% на скидку. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.